Улица Институтская в Киеве На месте расстрела Небесной Сотни пролилась кровь неугодного режима депутата Александра Ельяшкевича. Я шел по улице Институтской в гостиницу, где я проживал, как народный депутат Украины. Ильяшкевич Александр Сергеевич, народный депутат 2-го и 3-го созыва, вел активную оппозиционную деятельность власти Леонида Кучмы, один из инициаторов закона об импичменте. Накануне этого нападения депутат Ельяшкевич выступал на трибуне Верховной Рады по болезненной для Кучмы теме – референдуму по внесению изменений в Конституцию. Этот референдум наделял Кучму диктаторскими полномочиями и делал парламент ручным. На своих пленках майор СБУ Николай Мельниченко зафиксировал, как президент Кучма отреагировал на это выступление оппозиционера Александра Ельяшкевича. Он допросит. Я п*** его. Ты видишь, как он? Я п***. Ну, а как он? Какому нужно сидеть? Ну, с так много дня. Пускай я помню, что он нагрел. Так и произошло. По указанию президента Кучмы, на следующий день Ельяшкевича избивают прямо возле входа в гостиницу «Москва». Сейчас Украина. Избивали народного депутата бандиты по заказу спецслужб. Через 15 лет их будут называть «тетушками». Организаторами покушения на мою жизнь были Леонид Кучма и тогдашний председатель службы безопасности Украины Леонид Деркач. Решение о моем физическом уничтожении они приняли, когда они обсуждали совсем иные вопросы. Но в этот момент Кучма смотрел прямую трансляцию заседания Верховной Рады Украины. И когда увидел меня на трибуне, он пришел в ярость. И пока он вызывал руководство Верховной Рады, это заняло определенное время, они вместе с Деркачем приняли решение, каким способом и кому поручить мою физическую устранение. Спустя 14 лет точно такие же решения принимал Виктор Янукович с Виталием Захарченко. Прилежные ученики Кучмы и Кравченко. После избиения прямо из больничной палаты Александр Елишкевич дает интервью, в котором называет заказчиком нападения на себя Леонида Кучму. Это интервью берет журналист Георгий Гангадзе. Когда после покушения на мою жизнь я попал в больницу, то в моем кармане был справочник с телефонами известных мне журналистов. И среди всех набранных достаточно большое количество журналистов нашелся только один журналист Георгий Гангадзе, который согласился дать информацию от меня в прямом эфире о том, что я официально сообщил, что заказчиком покушения на мою жизнь является президент Украины Леонид Кучма. По приказу Кучмы журналиста Гангадзе похитят и убьют уже через 8 месяцев. А его дело станет тестом на правду для всех последующих президентов, которые его не прошли. По резонансному покушению на жизнь депутата Елешкевича Верховной Рады было создано две депутатские комиссии, которые, изучив все доказательства, сделали абсолютно однозначный вывод. В Верховной Раде и третьего, и четвертого скликанья поднимались вопросы, расследовались вопросы. И был сделан такой выставок. Выставок был такой, цитата. Президент Украины Кучма, ЛД, тодешний глава Службы безопасности Украины ДРК, есть спеучастником злочину, то есть организаторами на посягание на жизнь народного депутата Украины Леонид Кучмевича умысленного западения ему телесных ушкоджений в связи с его державной деятельностью. Расследовать нападение на Елешкевича потребовала парламентская ассамблея Совета Европы в специальной резолюции. Письма президентам писал конгрессмен Коуэн. Однако система Кучму не выдала. Спустя два года после избиения Елешкевича судья Печерского суда Андрей Мельник выносит приговор без участия в суде потерпевшего и даже без присутствия обвиняемого. по сокращенной схеме. Я его никогда в жизни не видел, потому что приговор был не просто сфальсифицирован, а вообще суда не было. Это Андрей Мельник. Это человек, который является заместителем председателя Печерского суда. Уже в течение длительного времени мы требуем, чтобы он был лишен звания судьи и привлечен к уголовной ответственности. Этот человек сфальсифицировал несколько уголовных дел в пользу семьи Кучмы. Первое – это дело по покушению на мою жизнь. И второе – это дело по Пукачеву. Виновным по делу Александра Елешкевича признают некого Виталия Воробья, осужденного за наркотики. Находясь на то время уже в тюрьме, осужденный Воробей вдруг вспомнил, что два года назад избил депутата и решил раскаяться. Сразу после вынесения приговора по делу Елешкевича родственники Воробья вдруг становятся владельцами квартиры в Киеве. В 2006 году Воробей пишет обращение в прокуратуру Голосеевского района с заявлением о том, что его вынудили взять на себя это преступление. Но буквально через некоторое время Воробей от этих показаний откажется, а его родственники станут владельцами еще одной квартиры в столице. Сегодня найти фиктивно осужденного по делу Елешкевича невозможно. Виталий Воробей проживает здесь у вас, нет? Не знаете такого? Давно уже здесь не живет, 300 лет. Однако Александр Елешкевич и не пытается его искать. Он знает, его заказал Кучма. Раздробленная кастетом переносица стала концом политической карьеры перспективного оппозиционера Елешкевича. Леонид Кучма, прекрасно зная, что я являюсь одним из основных препятствий для реализации его преступных планов построения диктаторского государства в Украине, он, естественно, будучи напуганным этим, предпринял страшные шаги в отношении меня. Угрозы продолжились. После избиения Елешкевичу обещают скорую смерть. И он вынужденно уезжает из страны. А президент Кучма с еще большей легкостью начинает расправляться со своими критиками и оппонентами. Кучма шел на второй срок. За первые четыре года он сумел подобрать верную команду слуг и построить систему круговой поруки. Меня, как и любого чиновника, в системе МВД бросили в самый неблагоприятный с точки зрения выборного процесса район, регион. Это Луганщина. В итоге меня чуть не казнили. Почему? Я проиграл выборы. На выборах 99-го у других кандидатов даже шансов не было. Кучма разыграл самый удачный для себя сценарий. Второй тур с коммунистом Петром Симоненко. Когда народ, выбирая из двух зол, выбрал меньше. Роль податковой администрации, которую осуществляли тогда Азаров, они что делали? Они выкатывали руководителей предприятий и говорят, парень, у нас на тебе столько материалов, что ты будешь судить в Луганске, там еще, еще, еще. Столько, сколько нужно. Но ты можешь не сесть при одних условиях, если твой колгосп, твой район, твое село, твое предприятие, твой там завод, гроботники дадут результат за приземлен для Кучмы. Использование Кучмы силовиков в проигрышных регионах тоже зафиксировано на пленках Мельниченко. Тогда же, впервые в украинской истории, в дело был брошен так называемый админресурс. Миссия наблюдателей, которая работала под эгидой ОБСЕ, нашла четкие доказательства того, что выборная кампания со стороны госучреждений была системной и скоординированной по всей стране. Организованное злоупотребление со стороны госструктуры и органов на пользу президента есть очевидным нарушением закона. Даже работники милиции распространяли агитационные материалы и обходили дома и квартиры граждан, агитируя голосовать за действующего президента. Приходил начальник милиции любого, любой области, собирал свой актив и говорил так, 90% выборы. Как? Собирали директоров предприятий, фабрик, заводов, школ, даже церквей, приходов. И говорили, все ясно. Нет, вот компра на твоего ребенка, который учится в Киеве, вот на твою маму, на папу, и вот весь бизнес. Нет? Ну, считай, что они будут сидеть. Это позор, это кошмар, это страшно. И люди голосовали. Журналист Алексей Подольский громко заявил о массовых фальсификациях на выборах 99-го. Его материалы были как кость в горле переизбранному Кучме, который в тот момент пытался поставить на колени украинский парламент. Он, по сути, сфальшировал выборы 2, выборы Кучме 2. Я это так, открыто говорю, тогда и комиссия была создана. До речи, этим же занимался вопросом Ляшкевича в Верховной Раде. Наша команда контролировала округ Робця, Юрия Робця. У нас было там 300 спостерегачей, где не дали сфальшировать выборы, где не дали вкинути, где не дали переписать бюлетен, где не дали зробить оцей карусели. Все же все было и тогда. Журналиста Подольского решили наказать и за выборы, и за борьбу против Кучмовского референдума. На этой записи министр Кравченко докладывает Кучме о проделанной работе. Подобные похитили и побили Подольского, чтобы не писал больше про фальсификации на выборах. Для того, чтобы залякать других журналистов, чтобы они боялись, вот как в случае Подольского. Подольского привезли, пытались убить, залякували те, что убьют. Я не хочу сейчас рассказать про то, что там происходило, но ему погрожили реально умисным убийством, катуванием и другим. И с одной умовью, что он перестанет писать поганые статьи относительно руководителей. Но если Елия Шкевича избивали тетушки, то Алексей Подольский стал жертвой похищения организованной милиции. Подольского вывезли в загород, положили в могильник, связали руки, облили бензином и уже убивали. Он чудом остался жив. Буквально через несколько месяцев последовало похищение и убийство журналиста Георгия Гангадзе, которое тоже выполнили милиционеры. Та машина, в ней, в которой мы не повезли, была темно, был вечер, ну, я не... Ну, такая она была, або синяя, або зелена, темно такая, знаете. Когда я давал показы, я же не знал, кто у них старший, кто генерал, кто полковник. Так вот, чтобы вы знали, Пухач, когда меня били и вывозили, со мной не говорил. За мной, и взагал, я склав вражение, и в моих показах я старшим называл того, кто потом выявился на умцом. Потому что все погрозы, что до нашей политической деятельности, обшуковал меня, и все, все это робил на умец. Тот же синий автомобиль, тоже удушение ремнем, яма и канистра с бензином. И, как оказалось, даже те же исполнители. Если бы не Подольский, мы бы никогда не раскрыли убийство Гангадзе. Потому что мы, когда расследовали дело Подольского, мы поняли, кто это делал, и по аналогии издевательства и покушения на его жизнь, мы поняли, что эти же люди могли это сделать из Гангадзе. И таким образом мы вышли на Пухача и его команду, благодаря вот этому человеку. Фамилия Подольского, так же, как и Ильи Ишкевича, и Гангадзе фигурировала на пленках Мельниченко. Если бы не эти записи, мир бы никогда не узнал, что же произошло оппонентами Кучмы. В записи Хмельниченко описана вся история с Подольским. На счастье, Подольский остался живым. И он это все подтверждает. И это физически доказано, и экспертно все доказано было еще тогда. И справа Подольского. Адже она один к одному повторяет справу Гангадзе, только Подольский остался живым. Дела есть, доказательства есть. Исполнители задержаны и осуждены, а заказчика в следствии так и не может установить. Фальсификации, затягивание расследования и откровенное пренебрежение показаниями потерпевшего. Все из-за того, что заказчиком данного преступления является президент. Потому что я сразу написал, что это были милиционеры. Эту версию не переверяли взагалі. Одни сотрудники МВД совершают преступление, другие заметают следы коллег. Томи целые, вот такие томи. Вот моя справа 26 томів. З них вот 20 имитаций следствия. Для фальсификации и затягивания дел Елешкевича и Подольского были использованы все возможные методы. За кучми они расследовали, что заводно. Что заводно, вот по моей справе, они допрошували все трилейбностные парки. Вводили трилейбусы, чи не бачили вони, як вот человека кинули в машину. Таким образом, дело Подольского было заморожено на 5 лет. И только в 2005-м у журналиста повторно взяли показания и в течение недели арестовали двух милиционеров – полковника Николая Наумца и майора Олега Мариняка. Когда была команда ФАС, вони расследовались за два місяці. Вот те, що вони роками тягнули цих беднях водителів і жителів. Необходимо було проверити інформацію о причастності к учму, к насилию над журналистом Подольским і народним депутатом України Елешкевичем. І матеріалів для возбуждення уголовного дела у нас було предостаточно. Позже за решетку попал еще один участник этого похищення – генерал Пукач, которого судили, правда, по делу Гангадзе. Заказчики цих преступлений до сих пор на свободі, потому що називати їх імена невыгодно власні, яка давно вже превратилась в преступну організацію. Можуть входити президент, прем'єр-міністр, цю злочинну організацію можуть входити міністри, можуть входити міністр злочинна організація, яка має ієрархію підпорядкування. Система не могла расследовать преступление, которое сама і совершила. Поєму дела об убийстві Гангадзе, похищенні Подольського і покушенні на Єльешкевича були доведені до абсурда. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!